Юлия, здравствуйте! Вы уже заждались чуть-чуть. Да, здравствуйте. Все в порядке. Коллеги очень интересно рассказывали, поэтому даже время незаметно и прошло. Куда вы решили переехать? Или вы все-таки за Черногорию? Ой, если честно, люблю Россию. Но всегда запасные варианты, хорошо и вечное. Правильный, как мы считаем, формат. Давайте несколько слов о том, что это за программа в общих чертах и тоже, соответственно, презентацию подключим и покажем основные параметры программы. Ну, я как от лица компании Apex, которая имеет лицензию на предоставление гражданства Черногории. Всего три компании в мире имеют эту лицензию, поэтому для меня огромная честь представлять и, скажу так, рассказывать о Черногории в этом ключе. Чем же интересна данная программа? Ну, мы уже тоже много проводили и вебинаров, и также презентаций, но, тем не менее, ничего не изменилось. На данный момент не так много программ в Европе, где можно получить гражданство через инвестиции без прожиточных этапов, да, как без получения там ВНЖ, ПМЖ статуса впоследствии гражданства. Тут вы сразу получаете гражданство. В чем еще приоритет данной программы? В том, что Черногория находится на европейском континенте, соответственно, далеко никуда летать не надо, все это близко расположено. Ну, и, как говорится, один из таких самых, скажем так, главных плюсов – это то, что Черногория должна войти в состав ЕС, соответственно, впоследствии к 2025 году, если все будет по плану, все будет хорошо, мы надеемся, что так и будет, то владельцы паспорта Черногории будут иметь доступ к странам Евросоюза, там смогут жить, проживать и здесь учиться, пользоваться всеми привилегиями. Но важный момент – паспорт Черногории, он же, именно паспорт Черногории, он открывает безвизовый въезд в шенгенскую зону. Да, Филипп, совершенно верно, уже на данный момент, пока Черногория еще не въез, но гражданин Черногории может посещать 120 стран без визы, в том числе страны зоны шенген. Также паспорт дает возможность, как вот и предыдущий коллега рассказывала про паспорт Гренады, дает возможность оформлять Е2-визу, это не иммиграционная виза в США, кто хочет вести коммерческую деятельность. То есть также паспорт Черногории позволяет… Напомню, да, что граждане России, граждане среднеазиатских стран, они такой возможности не имеют, то есть без визу Е2 они открыть, ну, с россияне открыть ее не имеют. Да, поэтому у кого одна из целей – это ведение коммерческой деятельности в США, скажем так, паспорт Черногории тоже вполне подходит к плюсам, которые он на данный момент уже имеет. Окей, давайте теперь несколько слов о базовых условиях программы гражданства Черногории с финансовой точки зрения. Да, если мы говорим об самой концепции данной программы, то суть ее состоит в следующем. Необходимо выбрать один из аккредитованных государством Черногории проектов. Их 15 проектов всего в Черногории, 11 на севере, 4 на юге, но 3 из них в данный момент, 3 проекта, из которых вы можете выбрать себе подходящую недвижимость. То есть суммы инвестиций составляют 250 тысяч, это если мы говорим про север Черногории, 450 тысяч евро, если мы говорим про юг Черногории. Не обязательно это должна быть сумма не меняющаяся, она может быть больше, есть разные тоже варианты приобретения, но не менее вот указанной суммы. Эта инвестиция, ее можно назвать возвратной, потому что вы не обязаны владеть данной недвижимостью всю жизнь. Каждый проект, скажем так, предоставляет свои условия. Кто-то после окончания строительства разрешает вам, одобряет продажу вашей недвижимости. У кого-то есть какие-то условия, где некоторое время вам необходимо владеть, а после вы сможете отчуждать. Это что касается недвижимости. Далее идут невозвратные инвестиции. Это сумма в 100 тысяч евро, это фонд развития государства, вы отдаете данную сумму в фонд развития государства Черногории. Плюс нужно учесть, что она необходимо будет оплатить госпошлины и дью дилежинс. Госпошлина составляет 15 тысяч на основного заявителя, плюс 10 тысяч за каждого последующего члена семьи. Если будет более 5 человек, то уже прибавляется не 10 тысяч, а, соответственно, 50 тысяч за каждого последующего члена семьи. Что касается процедуры дью дилежинс, то здесь, если заявитель один, то это 7 тысяч евро стоимость. Если на семью не более чем 4 человека, то сумма составит 10 тысяч евро. Плюс к этим суммам, которые я назвала, нужно понимать, что и также клиент оплачивает услуги лицензированного агента. В данном случае это вот компания Апекс. Но, как я понимаю, без обращения к лицензированному агенту подать на гражданство невозможно. Это просто один из этапов, один из элементов условия программы. Совершенно верно. Это одно из условий, где вы можете наглядно все увидеть на государственном сайте Черногории. Официально указаны все аккредитованные девелоперы, проекты данных девелоперов, плюс лицензированные агенты и компании, которые предоставляют дью дилежинс. Только эти, указанные на сайте компании, могут заниматься данной деятельностью. Окей. Юль, ну смотрите, у нас есть еще в презентации представление тех объектов, с которыми вы работаете, но я предлагаю их оставить чуть на потом. А поговорить, собственно, о самом наболевшем, тем более, что пока вот мы тут сидим, а время идет, тут буквально каждая минута прибавляет к сроку к окончанию всей истории с Черногорией. Вот. Когда нужно подавать? Тут как раз вопрос, просто сон руку. А когда нужно подавать? Программа скоро закончится. О чем мы вообще сейчас говорим? Как с этим работать? Пожалуйста, об этом. Да, смотрите. Ну, на самом деле, не все так плохо, иначе бы не было бы смысла сегодня здесь рассказывать опять про Черногорию, про эту программу. Да, совершенно верно. Программа, к сожалению, заканчивается, и это официально объявлено, что к концу 2021 года программа закрывается. Часто спрашивают, продлится она или нет. Пока мы не знаем, пока она не закроется. Ну, информацией никакой не владеем. Мы, конечно, все надеемся, возможно. Как будет, не знаем. Ну, официально, простите, я просто хочу ее еще раз подчеркнуть. Это важно. Официальная позиция и вот то, что последнее сообщал, ну, глава Черногории, по-моему, там президент. Он сказал, нет, программу мы продлевать не будем. Она закроется. Он сказал, да, программа. Он сказал, это летом, но, видимо, мы его после этого решили больше не спрашивать, не давить на больную мозоль. Поэтому, вот, что есть, то есть. Пока это так. Пока информация такая, и так, ну, на данный момент так и будет. Все к этому делать. Соответственно, что касается тех потенциальных клиентов, потенциальных заявителей, которые еще не решились, ну, вот, сидят и думают, а что, может быть, еще уже и поздно, да, а в принципе, мы вот решили, что надо было бы и попробовать, и решили, что надо было заранее это все делать и идти в эту программу, то мы отвечаем следующим образом. Время еще есть, и на самом деле и сейчас у нас тоже звонят нам и поступают заявки от клиентов, которые решились, но что для этого нужно, что мы говорим клиенту, что он должен для этого понимать, да. Ну, первый момент, конечно, он должен решиться, что я хочу серьезно идти на эту программу по Черногории. Дальше мы должны определиться, в каком состоянии, в смысле документа его клиента и вообще его история, в каком состоянии находится. Нужно понимать, есть ли у него в прошлом судимости. Если нет, то это уже большой плюс. Если есть, то тоже надо с этим разбираться. Далее, что клиент не должен быть политически важной персоной, не должен быть под санкциями, это тоже одни из главных критериев. Если мы про этим пунктом проходим, то дальше мы идем и смотрим по списку документов. Мы отправляем нашему клиенту список документов, и он должен проверить, пройти по списку, посмотреть, все ли у него эти документы имеются, а если не имеются, не утеряны ли они. Если какой-то из этих документов утерян, то здесь тоже нужно будет этот вопрос решать в довольно-таки быстром режиме и темпе. Смотрите, Юля, просто хочу уточнить. Вот есть ли какой-то документ, предположим, человек белее белого, то есть у него нет, он не политически значимая фигура, у него не было никаких судимостей. Какие вот этот минимальный набор, мы там слайд может быть отдельный, поэтому показывать и не будем, но просто вот что нужно. Нужен, скажем, паспорт обязательно, там, не знаю, какие? Справка о несудимости, паспорт обязательно, загранпаспорт должен быть, потому что у нас бывает вот совершенно недавно кейс, что у родителей паспорт загран есть, а у ребенка нет загранпаспорта, время мало. Что делать? Делать можно, на самом деле, просто на коммерческой основе решать в ускоренном режиме данные вопросы. Мы также можем предоставлять контакты третьих сторон, которые могут помочь в этом всем самом деле. У кого-то там бывает паспорт просрочен тоже, да, это надо также будет решать этими вопросами. Вот, свидетельство о рождении, свидетельство о браке – это такие основные документы, которые должны быть на руках у заявителя. Ну, список немного больше, дальше там уже будут документы, которые запрашиваются, которые могут быть получены из электронного реестра, поэтому дальше это все проще на самом деле. Но основное – это паспорт, справка об отсутствии судимости, свидетельство о рождении, свидетельство о браке – это такие главные документы, которые должны быть на руках. А если нет, то надо их получить. Окей, давайте еще раз повторим. Значит, вот есть эти документы, эти документы, ну, там, направляются вам, каким-то образом заверяются. Вот этот процесс, чтобы эти документы из кармана перекочевали вот в набор документов, которые можно отправлять в Черногорию. Что для этого надо сделать? Да, Филипп, я поняла ваш вопрос. Смотрите, еще тоже я хочу отметить, что если у нашего клиента заявителя есть ВНЖ или гражданство других государств, то здесь тоже нужно понимать, что надо будет предоставить справку об отсутствии судимости, и также надо будет это апостелировать в этом случае, если имеются вот дополнительные гражданства или ВНЖ. Это условно с гречением ВНЖ, если… Надо быть запрашиваемым. Нужно отгреться и получить документы. Да. Что может немного больше занять времени, я просто мы сразу предупреждаем клиенту, надо быть готовым. На данный момент, если мы говорим по этапам, то если клиент готов вовлечься в процесс и прям вот ежедневно заниматься сбором документов, то по-хорошему это недели-полтора займет на то, чтобы собрать пакет документов. Клиенту на него и членам семьи. Далее это все отдается в бюро переводов, это надо закладывать тоже где-то неделю. Соответственно, около недели это будет переводиться все, и после этого, когда будут эти документы, готовый пакет документов отправляться уже в Черногорию, нужно понимать, что там тоже где-то это неделя-две может занять. Для понимания, если так вот в более обширном обозрении, то параллельно, пока вы будете собирать документы, клиент уже должен будет параллельно выбирать недвижимость, которую он захочет проинвестировать, и недвижимость в проекте, которую он захочет приобрести. Далее параллельно надо будет ему открыть два escrow счета, один на девелопера, после того, как он определится с недвижимостью, и один в банке для того, чтобы перечислить вот эту сумму 100 тысяч. Он сам это должен делать или вы просто этот вопрос решаете? Это параллельно, он сам должен будет по доверенности, но это все открывается по доверенности, эти счета в банке. Но отсюда, конечно, деньги он должен быть переводить сам или в этом доверенное лицо этим будет заниматься. Вот, соответственно, тут главное собрать вот этот пакет документов, но и на этом все не заканчивается, параллельно надо будет еще производить энное количество действий. Но до конца года эти деньги должны уже все будут поступить на счет в Банк Черногории. Это главный аспект, что эти деньги должны будут поступить. Тогда, в принципе, уже там можно сказать, что все уже будет сделано. Поезд идет, надо успеть вскочить в один из последних вагонов. В данном случае, еще разочек, чтобы подытожить эту часть беседы. Значит, формально, если есть набор документов, его нужно соответствующим образом обработать, апостелировать, переслать. И вот этим занимаетесь вы. Обработка, вы имеете в виду именно переводы? Переводы, да, вот как вот это все сделать? Третья сторона, он может выбрать, клиент может выбрать сам, любое бюро перевода поможет выбрать то, с которым мы, третий ресурс, с которым мы сотрудничаем часто. Вот, в данном направлении, как бы, имели опыт с такими вот этими и легко смогут это все быстрым темпом кормить. Насколько я помню, выбор объекта, мы вот с коллегами вашими тоже общались на предыдущих вебинарах, собственно, сам выбор объекта, это процесс, ну, выбирать каждый может бесконечное количество времени, но, исходя из там какого-то разумного понимания, подавляющее большинство этих объектов, они, по сути, все, они существуют сейчас на бумаге, они строятся сейчас, то есть, вот реально посмотреть вживую, приехать, ткнуть невозможно. Это ведь так? Ну, ткнуть фундамент можно, в стену, в зону. Да, именно это имею в виду. И, соответственно, выбрать, выбрали, с риэлтором договорились, перевели деньги на скроу-счета и просто показали, что, ребят, деньги уже там. И в этом случае, ну, дальнейшее, все, маханик запущен, то есть, вы бы как бы уже в вагоне, условно, вы реагируете. Так получается? Ну, помимо вот этой суммы девелопера, надо еще, чтобы вот эта сумма в 100 тысяч евро, которая в Черногории, она тоже должна поступить на счет. Сколько времени занимает? Отправка денежных средств, вы имеете в виду? Да, да, ну, то есть, ну, по-разному, если мы говорим, что это все должно уложиться, мы должны, в лучшем случае, ну, вообще, по-хорошему, конечно, до середины декабря, чтобы вообще спокойно быть, а так до конца года, поэтому, как бы, времени здесь на отправку предостаточно, даже если какие-то там бывают задержки или какие-то нюансы с отправкой вот на иностранный счет. Соответственно, ну, с этим, с этим проблем таких не было, не сталкивались. Поэтому времени на это хватает. Что является физическим доказательством и лучшей таблеткой, успокаивающей, показывающей, что все, все мои документы приняли, то есть, вся работа проведена, и теперь, ну, мне остается что-то досылать, уточнять, но, по крайней мере, меня как кандидата уже рассматривают. Да, смотрите, Филипп, еще вот я когда начала говорить про то, что про те этапы, как в последний вагон успеет запрыгнуть, да, вот когда мы клиенту точну, что посмотрел, что все документы у него в порядке, что, в принципе, вот это, вот это, пятое, третье, десятое он может предоставить. После этого мы с ним подписываем договор о предоставлении услуг, клиент оплачивает на 50% под данную сумму, и мы закрепляем за нашим клиентом юриста от АПЕКС, который непосредственно с ним подробно будет, возможно, уже сейчас на ежедневной основе работать и в быстром темпе помогать ему в сборе данных документов. Поэтому юристы у нас уже на протяжении долгого времени работают, опыт большой, и они уже заведомо видят по процессу, что все у клиента здесь хорошо, а где-то может быть вопрос, допустим, по каким-то критериям. Но если, вот как я назвала, до этого никаких там нет нюансов в плане каких-то судимости в прошлом, обязательно тоже происхождение, доказательство происхождения денег, если все это подтверждено, все это легально было заработано, налоги уплачены, то здесь, в принципе, никаких оснований для переживания для того, что клиент не получит гражданство, не должно быть. Неприятный вопрос, но все-таки задать его в данном случае необходимо. Предположим, вот вроде человек в этот вагон вскочил, да, то есть как бы он с финансами весь вопрос решил, но ведь в этот момент он еще не начал подтверждать для властей Черногории, что деньги заработаны, скажем, легальным путем. Правильно? Ну, изначально ему не надо это подтверждать, он должен нам показать все свои… То есть как это происходит? Если вы посмотрите и скажете, что даже не пытаетесь, то есть как бы, ну, если вы поймете, что что-то не так? Ну, конечно, если у него, он скажет, что у него есть самая сумма денег, но вот у меня бизнес с таким-то оборотом, где он вообще не коррелируется с необходимой суммой, а потому что у него где-то там есть незарегистрированная компания или что-то еще, то тут даже шансов нет. Все должно быть легально, все должно быть в белую, все должно быть подтверждено. И так как клиент должен быть предоставлять финансовую отчетность по всем его действующим компаниям в случае, когда он будет подаваться на гражданство, поэтому здесь очень все четко проверяется и должно быть документально подтверждено. И, соответственно, мы смотрим и заведомо перед этим у клиента все это разузнаем. Если мы видим, что здесь как-то что-то не сходится, то просто мы не пойдем в эту историю. Друзья, я предлагаю еще все-таки опубликовать в чате контакты Юлии и компании Апекс сейчас, потому что я вот вижу, и опять у меня сюда пришли вопросы, они частного характера, очень трудно. Ну, я предполагаю в общем диалоге не совсем уместно их обсуждать, но вопросы Юлии вы можете, пожалуйста, задавать. Вот контакты ее здесь. Так, два вопроса, сколько стоят ваши услуги на двоих в Черногории, если два человека, и как это зависит от количества людей? Ну, цены варьируются у нас от 40 тысяч евро, и могут быть и более, в зависимости от сложности ситуации заявителей, допустим. Бывает, где нужно будет что-то там, и много-много поработать, или много членов 7, допустим, заявителей, или какие-то там сложные ситуации, были судимости, надо это все проработать, перепроверить. В зависимости от сложных кейсов, но в основном эта цена варьируется в диапазоне от 40 до 60 тысяч евро. Ну, понятно, что тоже общий вопрос, но просто исходя из вашей практики, когда говорят о доказательстве происхождения денег, какие документы имеются в виду, что вы? Как я уже сказала, если это, допустим, была сделка купли-продажи, то это должно быть подтверждение договора. Если также должны быть уплачены налоги обязательно, все должно быть задекларировано. Это не могут быть просто деньги извне, пришедшие на счет, где не имеют никакого подтверждения. Если у вас компания, то вы должны предоставить финансовые документы, уставные документы, как я сказала, финочетность. Также надо будет выписку из банка за последний год с вашего личного счета, чтобы было видно, что у вас идет, происходит денежный поток на вашем счету. Вот, ну, это такие стандартные документы, где вы просто показываете, откуда эти деньги и что налоги от прибыли уплачены. Что все работает в белую и чисто. Окей. Давайте все-таки теперь уже, ближе к завершению нашего с вами диалога, несколько слов реально о проектах. Потому что, ну, действительно формально эту историю можно решить довольно быстро, ну, пальцем и купил. Но все-таки надо понимать, тем более, что в Черногории это проекты аккредитованные, абы что ты купить не можешь. Как мы с вами уже подтвердили, эти проекты вообще изначально создавались черногорскими властями для развития страны, для развития экономики. И по большому счету вот это не те проекты, которые уже построены, стоят и ждут. То есть это вот те проекты вложения, в которые как раз и обеспечили их строительство. Поэтому давайте посмотрим вот этот вопрос. Да. Если так это можно назвать, клиенту. Это если мы говорим про юг, то это пятизвездочный проект. Это Boco Place. Если мы говорим про север, то это пятизвездочные отели Montice. Так как если вы видите в списке есть отели и четырехзвездочной категории, и пяти, а есть и без категории, как проекты гостиничного типа, то мы все-таки отдаем приоритет проекту пятизвездочному. Соответственно, Montice такими является. Плюс еще у Montice есть банковская гарантия, так как не у всех проектов данная банковская гарантия имеется. А клиенты тоже часто задают вопрос, а что, где вот гарантия, что проект будет достроен, а если не достроен, какие могут быть в этом случае риски. И также один из таких тоже немаловесомых аргументов – это то, что и вот в Boco Place, в Montice уже номерной фонд уже зарезервирован на около 90% в том и в другом случае. Поэтому это тоже показывает успех данных проектов. Вот если это вкратце о проектах. А дальше уже как клиент, когда идет в эту историю, он уже там может выбирать разные нюансы. Также часто спрашивают клиенты, как я буду управлять этим номером, да, допустим, сколько я должен буду платить. У каждого клиента… ой, извиняюсь, у каждого проекта тоже свои критерии. Есть проекты, где вы должны будете за управление платить энную сумму денег. Например, Montice, вы ничего не будете за управление платить, а только после того, как проект будет достроен, вы сможете получать 40% от прибыли, от всей деятельности проекта, а не только от вашего номера, сдачи его. Ну, то есть 40% всей прибыли от отеля это декларирует? Не вы персонально, то есть на всех собственных эта сумма будет? Да, с корреляцией на квадратный метр приобретенного номера. Вопросы, может быть, если вы владеете такой информацией, какое количество одобрений по этой программе в 2021 году в общем, и какая загруженность у вас, сколько вот через АПЕКС, ну, российских, как я имею в виду, было получено? Примерно. Да, часто этот вопрос дают. Смотрите, просто его тоже немного сложно владеть этой информацией, потому что мы не единственные лицензированные агенты по этому направлению. И даже здесь нужно разделять те, кто одобрены уже, да, а те, кто сейчас уже подались и ждут одобрения. Поэтому это, как бы, число одно дело одобренных, а другое дело тех, которые сейчас именно на этапе одобрения, эта сумма будет намного больше. Если, не знаю, можно ли там говорить, но... Порядок хотя бы, точную цифру. Сейчас у вас в работе, ну, так, десятки, сотни. Ну, сотни, 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 скажем так. Не десятки. Понятно. Вы работаете именно только с гражданами России или у вас есть, я имею в виду российский АПЕКС, или к вам обращаются из разных стран? Ну, вообще мы нацелены, наш российский офис нацелен на работу с клиентами, это Россия, страны СНГ. Вот, в основном это клиенты у нас из этих стран. Из других, если мы говорим, например, про Азию, они тоже эти клиенты имеются, ну, слава богу, ну, неправильно сказал, не слава богу, но на самом деле там вот раньше... Какая-то, как бы, история такая, не так просто... А АПЕКС же работает, как и по всему миру. По всему миру, да. Поэтому уже туда к нам, в офис в Черногории, приходят из разных стран клиенты. Здесь к нам обращаются в основном клиенты из России, страны по советскому бизнесу. Ну, и давайте тогда, значит, еще раз, тем более, что было несколько уточняющих вопросов, что должен сделать человек, чтобы успеть сейчас. На самом деле, я, знаете, уже не удивлюсь, если мы там и через три недели с вами еще раз скажем, а вот сейчас что нужно успеть. Ну, это, знаете, как в старом, таком не самом веселом анекдоте или притче про человека, который там задерживал дыхание на 10 секунд, на 20, на 30, думал, сколько, 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 вот он, хватит его, и в конце концов, в какой-то момент не получилось у него. Вот сейчас реально, вот быстрый план действий, что нужно сделать человеку? Ну, быстрый план действий – набрать номер телефона офиса Apex и связаться с одним из сотрудников компании, со мной или с моими коллегами, где мы сможем ясно и четко просмотреть картину, касающуюся данного клиента, и сказать ему, что в его случае можно сделать, если можно сделать, или уже как бы он не успевает. Ну, как я еще раз повторюсь, время есть, и на самом деле еще можно, время позволяет еще успеть даже пару дней обдумать, надо или не надо, и звонить потом еще раз и уже начинать тогда процесс оформления. Но на самом деле, чем лучше, чем раньше начнет клиент эту все, скажем так, деятельность совершать, то тем лучше. Ну, время, на данный момент время еще есть. Ну, лучше позвонить и узнать, и там понять. Через полтора месяца лучше не затягивать, звучать уже будет хорошо, потому что вы уже затянули. Ну так, и так в двух словах давайте тогда еще тоже подведем итог. Да, действительно, программа завершается 31 декабря. Да, нужно приобретать недвижимость или на севере, или на юге Черногории в специализированных проектах. И этот процесс, который ведется параллельно со сбором документов, параллельно открываются счета. И здесь у вас могут проконсультировать сотрудники Alpex Capital, но счета открываете, вот эти скроу-счета открываете уже вы. Ну, и чтобы вас учли в этой программе, должны быть переведены... ...должны быть, соответственно, выстроены уже отношения с компанией Alpex, потому что она, эта компания, собственно, и является тем, ну, можно сказать, посредником, можно назвать обязательным участником процесса, то есть лицензированная компания, участие ее и подача документов через нее, это требование Черногорской программы. Да, тут важный момент, что часто клиенты занимаются самодеятельностью и думают, что если они сами, получив там список документов для подачи на гражданство, начинают собирать их самостоятельно, и думают, что таким образом они как-то смогут и то ли ускорить, то ли упростить, я не знаю, то ли сэкономить. На самом деле здесь как бы путь один, и мы не советуем самим собирать, лучше сразу обратиться к лицензированному агенту и вместе с ним начать с юристом собирать документы, чтобы уже они были все собраны в правильном порядке, правильно оформлены, и это будет намного... это ускорит просто процесс подачи. Не уменьшить время затратности. Окей. Дорогие друзья, я, во-первых, попрошу опубликовать контакты Юлии в чате. Юлия Годская, директор по продажам Apex Capital Partners. Наш эксперт по Черногории. Опять же, компания Apex работает не только с Черногорией, но вот сейчас у нас в центре внимания именно Черногория. Пожалуйста, задавайте вопросы, уже задавайте вопросы напрямую, поскольку в рамках нашего форума, первого дня нашей работы, Юлия последний эксперт, соответственно, мы уже не сможем в чате на них ответить. Но электронная почта, сайт и мобильный телефон, пожалуйста, к вашим услугам. Юлия, спасибо вам огромное и до встречи.